привет мои дорогие привет предлагаю вместе поесть что у нас на ужин немного картошки немного курицы картошка без соли курица тоже без соли но со специями примерно все одинаковыми кубиками стакан воды так собственно говоря собственно говоря я буду ужинать при свечах сегодня вечером я это планировала сделать так как у меня это не вышло себя и обламывать не собираюсь буду ужинать при свечах а почему нет собственно говоря не вижу препятствий настроение у меня прекрасная суховато немного но майонезом заправлять не буду серьезно вечером хотела положенной с человеком при свечах придется идти в ночной клуб а-ха-ха-ха буквально через пару часов там встречаемся седьмом небе поем чтоб я не нажралась как это там ночью имеется ввиду я же не умею пить то на трезвый желток по этому поводу хочу вам прочитать стихотворение одно из моих любимых я его знаю почти наизусть но чтобы не спутаться я вам его тут зачитаем все важные встречи всегда случайные самые верные и подданные предатели веселые клоуны все печальные а упрямые скептики все мечтатели если дом уютный не замок точно а квартирка в старенькая в питере тут написано на самом деле в одессе в оригинале а квартирка старенькая в одессе если с кем связаться навеки их прочно пусть сейчас не так но ты надеюсь да сейчас иначе но верь мы сбудемся если уж меня это всю жизнь по-новому то же самое то что самое важное не забудется а гениальные мысли всегда бредовые кто ненужных вычеркнул те свободные нужно отпускать с кем вы слишком разные ведь если не настроение не новогодние значит точно не с кеме празднуешь и шикарные слова да если настроение не новогодние значит просто не с кеме празднуешь самый беспроигрышный вариант это курица и картошка не такая чтобы в майонезе вся плавала как обычно все жарится в разом сковородка и даже потом не смешивается время час пол десятого я быстро оделась что у нас есть салфетка с моей помадой так 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 линками сегодня натичу звала есть не бежбар кумас кумас тарское блюдо но почти такой же как бежбар мак в общем отдельно мясо варится в бульоне отдельно сочни такие из теста раскатанные в бульоне подается все вместе это вот мясо мясо сваренное с луком и под вниз кладутся сочни ну типа как из теста и бульоном запиваются жили бы они поближе я бы поехала а так нет у них там родственники приехали из челябинска и праздник татарской еды но и все татары не башкирами кажется да это честно сказать мне не вкусно мне не вкусно но один раз кухня кстати в седьмом мире потрясающе но один раз она лопала серебры шик таких свин и свиных барань барашка барашка и знаете что какая жога была не прям плохо было поэтому я буду есть с вами не проверено сегодня представляете такая сижу дома смотрю сериал беды не чую пишут нечислять покажу дачи в шоке просто загружается короче какой-то какой-то контакт вот такой вот вот этот номер телефона представьте дословно привет . я пишу кто вы именно это ты именно с маленькой буквы я пишу я задала вопрос лена . смотри статус я пишу прошу прощения какая лена статус не вижу не пишут ну и фиг с тобой с оцм все маленькими буквами я пишу перевозчикова нет тушкова я пишу свету тушкову знаю алену нет это что такое все все мне мне больше не отвечают это что такое что за хуйня скажите это что за люди вот мне пишут ну чуть-чуть не ладно да с это нахуя мне надо писать вот мне почему человек уверен и серьезно я не знаю никакой я не знаю никакой лена тушковой никакой во первых мне не сохранен номер во вторых на фото ватсапе вот какая-то вот такая вот шняга какой-то маленький какой-то маленький непонятный ребенок да вот у меня своя фотография стоит у меня там написано не прям написано именно судакова заходишь когда в профиль и причем это видно всем контактам и почему человек уверен что его номер у меня есть телефоне почему-то она не отвечает охуя мне писать я вообще блять шоке просто почему человек еще уверен что я должна помнить хутор какую-то лену тушкову кто это ну серьезно она не пишет ни при каких обстоятельствах мы познакомились серьезно я вообще не знаю я знаю светку тушкову все меня блять вымораживают такие люди именно это ты а кто блять если этот номер принадлежит мне с 20 лет ну кто это может быть я номера не меняю не переобуваюсь как многие переобуваются найти расстануться с одним мужиком меняют номера нет этот номер я первый который появился и у меня сюда останется я с ним хожу почти почти 17 лет в августе будет 17 лет мне мама подарила телефон на день рождения на 20 лет немного раньше чем дни рождения в августе на сентябре дни рождения чудеса блять такие люди и вот таких вот каких-то непонятных этих меня постоянно дно А Ланя так и манит. Вот так и манит. Басиль выложил в сторис в инстаграм. Турция прекрасная страна. Прекрасная страна. И еще меня вымораживает просто сена. Привык не писать на турецком. Привык писать всякую ерунду. Про любовь, куплю, люблю улики. И я-то понимаю, что он пишет на турецком. Сегодня он не кинулся еще и звонить. Он мне написал, как дела, а я ему высылала этот смайлик. Не видно. Телефон, фокусируйся. Я ему высылала смайлик, знаете, который? Типа празднуют в праздничном колпаке. И дудка из это. И он мне начал тут же звонить. Он думал, что я с кем-то там веселюсь. Веселюсь. Он мне пишет на Эпиерсунке. Типа, что ты делаешь? А я ему этот смайлик выслала. Блять, кретина. Меня аж бесит просто. Че им всем надо от меня? Какие никчемные люди, а? Ну вот, ну не мой человек. Не понимает. Причем такое поверхностное общение, вот такое лайтовое, он меня тоже уже достал. Чем проще относишься к мужикам, тем они к тебе лучше относятся. Мы любим тех, кто нас не любит. И губим тех, кто в нас влюблен. Очень такие правильные слова. Вот так вот. А еще сегодня зашла, ёб твою мать, в эти гребаные одноклассники. И среди друзей выложили фотографию моего бывшего. Блять. Это вообще кино и немцы. Он на юбилее у своей сестры. Его сестра Галя, у меня есть в друзьях. А там кто-то из числа гостей выкладывал фотографию и отметил Галю. У нее на празднике. Фотографии сделаны у нее на юбилее. И там Игорек-то такой стоит. Я написала комментарий. О, Игорь. А сама дома просела. Да, блять, живой еще. И вы не представляете, сколько у меня гостей на странице оказалось. Причем заходят все, кому не лень. Чудеса просто. Вот так вот. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Сейчас покажу. Чувака своего. Вот он. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так за... Ну, это сестры там всякая. Родственники. Подожди. Вот он. Хе-хе-хе-хе-хе. Блять. Я маме покажу эту фотку. Вообще огонь. Со мной он гораздо лучше выглядел. Со мной он ходил в пиджаке. А сейчас на день рождения к сестре пришел в каком-то полуверчике. И в джинсах. Ладно, хоть подстриженный. Бородка такая. Фу, блять. Как меня же угораздило. Хе-хе-хе. Натуре, с кем раньше спала, сейчас даже на ужин не пошла бы с таким. Времена меняются, я взрослею. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Я так вспомнила, как он был зануда. Блять, это невероятно просто. Всякую хуйню дел, всякую хуйню говорил. Еще и ныл какой-то, блять, этот. Ну, такой нытик. И, вы знаете, его бы хотелось убить. Добить прямо. Хе-хе-хе. Ладно, хоть за ним замуж не вышла. Я просто представляю, какая была бы сейчас несчастливая. Хе-хе-хе-хе. Это из тех моментов, когда встретил бывшую эту пьяную и довольную. Хе-хе-хе. 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 Так, для меня. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Несите их всех сюда. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Все, мои дорогие. Это был праздничный ужин при свечах. Мне нужно собираться. Одеваться. Тушим свечи. Хе-хе-хе. Я обожаю ужин при свечах. Обожаю. И очень часто себе это позволяю. Я могу зажать свечи даже одна, но чаще всего, конечно, когда не одна. Но, в общем, любите себя, балуйте себя. Ужинайте при свечах. Спите на приятных для вашего тела простынях. Носите красивое нижнее белье. Душитесь любимыми ароматами. Пока свечку убирала, прям воск капнула на палец. Ну, все, уже очистила. Все. Чао, мои дорогие. Чао. Все. Есть лофи. Чао. Но, кажется, из него будет. Продолжение следует...